всем привет друзья сегодня будет ролик про черенки про мой первый опыт укоренения деревянными черенками крыжовника результат ну не то чтобы прям плачевная но близок к провалу критическому то есть здесь стоит ну много и не за тысячи две три наверно черенка он практически весь сдох не знаю тут даже десяти процентов наверное не будет настолько все плохо вот первая кассета она стояла ближе к выходу здесь прохладнее поэтому тут еще вообще кто-то есть а дальше как видите мертвое поле очень очень мало очень маленький выход почему я считаю так получилось потому что у нас 1 марта пришла аномальная жара и здесь в теплице было очень очень тепло вот посмотрите у меня теплица полностью до торцы раскрыты посмотрите какая здесь температура то есть 20 градусов для того чтобы деревяшка нормально укоренилась нужно чтобы температура была в районе 10 12 не более где-то до начала марта у нас так и получалось мы днем держали в районе там 9-12 градусов я имею ввиду именно сам воздух это теплый стол на теплом столе вот вот видите температура датчик температуры у нас меньше 20 никогда не опускалась а в районе головы 9 12 и в начале марта мы смотрели уже пошли первые корешки и тут пришла жара тут температура взлетала до 30 стоило накрыть пленкой температура взлетала еще выше поэтому как говорится имели что имели накрыто было 30 агроспаном надежде удержать хоть какую-то влагу и не поднять температуру хотя под ним тоже температура росла но не так сильно как под пленкой поэтому такой вот результат весь месяц март у нас температуры 20 в этих пределах очень жарко сумасшедший выпад по черенку сразу пошел тут все вот это было зеленое и мы дергали я же говорю было много зачатков корешков по нескольку миллиметров были по паре сантиметров корня может такие радостные ну в итоге нам не хватило месяца обычно у нас до 20 числа марта всегда вот такие прохладные пасмурные погоды мы планировали что как раз до конца марта он укоренился скорее всего бы так и было бы потому что на начало марта корень уже был в итоге все то есть здесь конечно что-то будет но может быть несколько десятков саженцев но явно не тысяч конечно сорт который больше всего хотела это орфей но он тоже догибает просто тут крупный черенок в нем есть некий запас питания я смотрела он на вид зеленый но видите вот листья да какие вот там нету никакого корня абсолютно он сидит на запасах питания все остальное вообще не укоренился от слова совсем хотя его больше всего хотела главная сорт салют который даже оригинатора указан на том что он не укореняется черенком и тут укоренился хоть какой-то процент на укоренился ноу торфей я вообще не нашла ни одного к сожалению по золотистой смородине я уже выкинула три кассеты потому что мне надо было доставить вот эту френч болеро и там жималась дальше она вообще нулевая она даже некоторая даже просто не раскрыла почки вообще от слова совсем вот просто почек нет раскрытых то что раскрылась умерла но тут может быть может быть теплится что-то но это смешно короче золотистая салла смородина полный швах вообще ее нет а это кстати френч болеро который я показывала который замерз но вот он потихонечку отходит и растет красивенький такой симпатичненький так что не слава богу его я не потеряла а это жималость по жималости вообще странные результаты в прошлом году голубой банан шудурной укоренялся в этом году просто никак тоже высокие температуры укореняться не желает более-менее это boreal beast но тоже очень слабое укоренение будет короче под расстроена я немножко черенкованием но будем больше зеленым черенковать на зеленом уже малость выход гораздо выше чем на деревьях вот вот это так сказать надежда и кайф гортензия это те четыре сорта которые у меня были которые я видела в кайф сортности которых я уверена они да красавцы что сказать стоят и развиваются и я уверена что выход будет приличный я думаю что вот эти которые прямо уже растут побеги вот так они уже наверно на корнях я так подозревают ну все в общем то радость только в этой культуре по черенкованию все остальное грустно и печально сейчас мы будем эту большую часть убирать на неотапливаемую теплицу и сюда будет становиться крапивка малины на укоренение так что друзья вот такой вот у меня негативный опыт я не говорю что я брошу и не буду больше пробовать нет я обязательно буду пробовать я буду думать как это сделать так чтобы температура не росла либо мы начнем раньше его укоренять еще с начала февраля не с середины чтобы у нас был запас времени по температурам потому что в общем начало было прям обнадеживая обнадеживающее ну и конечно я буду укоренять и зеленым и возможно я буду делать отводки а кстати про отводки есть у меня вот такие вот ребята это знаете что это я резала побеги когда на укоренение там были маленькие-маленькие зачатки корешков то есть где-то осенью сентябре побег лег на землю и чуть-чуть зацепился вот он буквально вот реально зачатки я его порезала и воткнула что вы думаете он весь вот в таком виде то есть явно на корнях и с него будет хороший за кс к осени и они в общем все такие один я сдуру выдернула думала что он сдох вот такой вот он очень долго стоял вот видите тут только-только почечка появилась но дело в том что у него шел побег замещение земли там уже корни были так чтобы я надеюсь что все с ним будет отлично вот видео какой уже побед шикарно это сорт салют классный сорт конечно меня в том году поразил просто своей урожайностью бешеной просто бешеную так что вариант с отводками тоже я не исключаю ну все друзья я обязательно покажу потом когда мы к зелени перейдем зеленому черенкованию какие у меня там будут результаты пока